Поля. Поля это инструмент угроскопера, который позволяет симулировать магнитные поля и строить по ним силовые линии. Это позволяет создавать интересные узоры, конструкции и так далее. Они работают очень быстро и работать с ними довольно просто. Получаются такие штуки. Сейчас покажу как это делать. Поля находятся во вкладке вектор в свитке field. Здесь совсем немного нодов. И они все работают. Похожим образом работают вот эти силы. Потом дальше идут объединить поля от разных сил или разорвать. И дальше каким-то образом их визуализировать. Самый простой Point Charge. Просто отталкивают из одной точки. Или притягивают. Смотря какой здесь параметр. Отрицательный или положительный. Для него задается точка. Создадим точку. Создадим сразу несколько. Появляются такие иконки. Которые показывают, что это пуля отталкивает. Если чарчик будет отрицательное число. Поставлю слайдер. Сделаю негатив. Она будет притягивать эту точку. Пока пускает. Отталкивает. Дальше. Пока. По одной этой силе сделаем поле. Здесь видите на выходе три поля. Поля можно объединять. С помощью Merge Fields. Теперь здесь уже одно поле. Теперь что с этим полем делать. Можно например построить силовую линию. Замбиди это наиболее интересное. Из всех остальных вариантов. Сюда на вход. Field. Втыкаем наше объединенное поле. На вход точки. Надо задать точки. Из которых будут начинаться силовые линии. Для этого. Это можно сделать разными способами. Например можно просто случайно облако точек создать. Здесь сделаю. Бокс вот такой. Эти точки я сюда вставлю. У нас из каждой точки строится силовая линия поля. Если я двигаю точки где у нас point charge. То силовые линии сразу перестраиваются. Вход N у силовых линий. Показывает. Задает насколько длинными они должны строиться. Там по умолчанию стоит 1000. Но если уменьшить они будут короче. То есть из тех точек которые у нас создались. В данном случае случайных. Эти линии они как бы растут. Это похоже на то как бы двигались заряженные частицы в магнитном поле. Ну и создадим точки по другому. Чтобы они не так хаотичны были. Вот в тех же точках которых у нас были point charge. Там сделаю окружности. И на этих окружностях сделаю по 10 точек. С помощью divide curve. Ну а если сюда сейчас вставить. Он на выходе дал таким же деревом данных. Как и создается после нода divide curve. Но лучше на всех случаях сделать flaton. Хотя выглядит так же и пока работает. Так что пока не будем flaton делать. В первых опять можно перемещать в пространстве. И силовые линии будут исходить от самих этих точек point charge. Теперь добавим другие силы. Пускай она сверху в алгоритме будет создание точек. Начало откуда начинается. Ну и естественно здесь можно сделать не 10. А вот сколько. Тогда будет более сложный рисунок силовых линий. Но добавим другие силы. В полях. Кроме point charge. Второе часто используемое и интересное. Это spin force. У них тоже на входе точка. И вот сразу отображается то что это. Силу которая закручивает. Его можно сюда же объединить. Сюда в merge fields. И увидеть как они воздействуют уже вместе. Point charge который отталкивает. И spin force который закручивает. Получается такой рисунок. Он тоже пространственный. Я здесь сделаю 10. А то слишком густо они. И опять очень быстро перестраиваться. Если эти точки двигать. В пространстве. У spin force. Кроме. Опять же силы. Которую можно регулировать. Есть больше других входных данных. В сравнении с point charge. Силу это. Та сила с которой она закручивает. Если она по нулям. Нас только отталкивает за час. От этих точек. Потому что только point charge работает. Если spin force увеличить. То они сильнее закручиваются. Ну если. Понятно если увеличить point charge тоже. То они. Сильнее отталкиваться будут. Эти две силы. Между ними можно так равновесие регулировать. Потом. У spin force есть еще радиус. Он там по умолчанию стоит 5. Это показывает. Этот параметр задает. Радиус. Дальше которого. Закручивание ослабевает. Если его сделать 0. То вообще не будет работать. Если сделать много. То он будет закручивать далеко. Вот видите. Если я сделаю малый радиус. То он внутри этого радиуса закручивает. А дальше уже. Перестает действовать этот spin force. Дальше этого расстояния. И уже работает только point charge. То есть дальше уже силовы не выпрямляется. Ну пускай будет 5. Ну и еще у каждого. У каждой силы поле есть границы. Которую можно сдать только боксом. Только коробочкой. Ну и еще этот параметр. Который сейчас можно и не трогать. И еще одна сила. Еще одна сила. Вектор force. Тут на входе всего лишь. Линия и граница опять. Он вдоль этой линии. Создает силу. Которая в одном направлении. Действует. Странно. Почему сюда нужно не вектор. А именно линию вставлять. Ну ладно. Сделаем линию по вектору. С помощью line sdl. Для него нужно точку. Без разницы где эта точка будет находиться. Потому что вот этот вот line. Вектор force. Он действует везде. На всем пространстве. Поэтому где начало этого вектора. Вообще без разницы. Потом. Если сюда вставить. Видите появляется значок. То что это вектор. Вектор force вверх. Добавляю его сюда. И он все наши силовые линии. Вытянул вверх. А регулировать силу вектор force. Нужно длиной этого отрезка. Если мы уменьшаем длину этого отрезка. То у нас. Этот вектор force ослабевает. Ну что то они у нас как то. Снизу вверх идут. Сделаем сверху вниз. Пускай будет вектор force вниз направлен. Это можно делать разные способы. Сейчас сделаю просто. Flip Curve. Развернула эту линию. Теперь она вниз направлена. Вот уже похоже что-то. Какую-то конструкцию. Или светильник какой-то свисающий. Очень большое пространство для экспериментов дает этот инструмент. Он работает очень быстро и просто. Вычисления больших не требует. Поэтому можно много экспериментировать и что-то находить. Если здесь будет сила отрицательная. То он будет в другом направлении работать. Сейчас она против часовой стрелки. А будет по часовой стрелке. Но опять повторюсь. Для Point Church отрицательное значение. Делать так, чтобы они притягивались. А не отталкивались от него. Вот если сюда негатив вставить. Они вот все сразу стянулись туда. К центру. Это неинтересно. Поэтому не буду сюда негатив вставить. А если сюда поставить отрицательное число. Ну просто в другую сторону закручивать. Можно, например, сделать, чтобы еще одно поле было. Точнее еще одна сила. Spin Force. У которой будет отрицательное значение. И сюда же его вставить опять в мерч. А. Ну он сейчас для всех тех же точек сделал. Поэтому вот это и это вороновесили друг друга. Поэтому они здесь как будто вообще не действуют. В одной здесь создам другую точку. И ее сюда воткну. И по этой точке тоже сделаю. Начало силовых линий. Ну какая-то такая штука получилась. С полями можно много играться. Но это пока я беру. Пускай они в одну сторону закручиваются. Теперь дальше. У нас линии получились. Из линий всегда можно сделать геометрию. Самый простой способ это просто задать толщину к этим линиям. Сделать трубки. Но здесь одна особенность этих полей. Точнее этих силовых линий полей. Они дают на выходе полилинию. И если не кривую, не сплайн, а полилинию. Если посмотреть количество точек. Вот control polygon. Но мы видим, что этих точек там очень много. И они очень часто. Их вообще столько, сколько мы задали здесь. Поэтому, если мы сюда вставим трубку. Пайп. То он у нас будет очень долго считать. Несколько минут ее строить. Потому что там очень сложная из коротеньких отрезков полилиния. Поэтому, чтобы трубки строить. Лучше эту полилинию превратить в сплайн. В interpolate curve. Для этого просто по этим полилиниям строим точки. Делим ее на точки. Сейчас каждая делится на 10 точек. И по этим точкам восстанавливаем опять кривую. Но она уже будет гладкой. И с малым количеством точек. Вот видите. Здесь это полилинии, которые были. А это сплайны, которые получились. Они не точно повторяют. Потому что сглаженные. Но это можно регулировать. Просто увеличив количество точек. На этих полилиниях. Можно сделать не 10, а 20. Тогда interpolate curve будет более точно повторять. Ну, этого достаточно. Вот у нас была ломаная. Вот стала гладкая. А вот по этой гладкой линии уже легко построиться трубки. Сейчас они получились очень толстые. Уже и сами линии тоже могу скрыть. Ctrl Q. Если кто забыл, горячие клавиши для того, чтобы скрыть настрой отображения. Уже что-то прикольное. Значит, это не каркасы, это какие-то кучки ахит. Сделаем радиус поменьше. В общем, 10 сантиметров. Получатся трубки. Работают поля очень просто. Весь алгоритм и его построение заняло несколько минут. И то это с объяснением. Сделаю кая, чтобы эти трубки были не только в одну сторону закручивающиеся, но и в другую тоже. Для этого нужно из тех же точек сделать еще спин форса, вот эти, только с отрицательным значением. Вот сюда идут положительные числа, а сюда сделаю отрицательные. И добавляю эту фибу туда же. Нет, если так сделать, они друг другу равновесят. Надо вот эту мерч фил скопировать. И во втором объединенном поле заменить поле, силу спин форс, которая в одну сторону, силой спин форс, которая в другую сторону. И сюда можно вставить то же самое. Туда же, куда вставляется поле. Ну а сейчас у нас построилось неправильно. Из-за деревьев данных. Вот тут как раз пригодится сделать флатон на входе в точке. А здесь сделать графт, чтобы он для каждого из этих объединенных полей строил отдельно. То есть у нас здесь получается дерево из двух ветвей, на каждом из которых одно объединенное поле. А здесь получается просто список точек. Поэтому он для... Этот список точек применяют для каждого из ветвей этого дерева. И уже получаются такие в двух... две стороны закрученные конструкции. Ну теперь с этим можно уже играться. Можно здесь поставить одну точку. Получилась такая вот... Не знаю, что это может быть. Абажур. Или даже беседка. Здесь можно удлинять. Увеличивая количество шагов у силовой линии. Можно регулировать разные силы. Например, отталкивание уменьшить. Тогда они будут сильнее закручиваться. Или закручивание уменьшить. Будут меньше закручиваться. Или радиус закручивания увеличить или уменьшить. Построить трубки. Это самый простой способ превратить эти силовые линии в геометрию. Но есть еще много других способов. Для которых уже нужны плагины. Можно по этим силовым линиям построить гладкую такую. Чтобы труб... Чтобы трубок не было таких пересечений. Кстати, сделаю-ка в high quality. Поля... Поля... Это инструмент... Не очень-то управляемый. И не очень-то предсказуемый. Но зато дающий визуально очень естественно выглядящий результат. То, что построено с помощью полей. Когда его видишь, вообще не возникает ощущения искусственности этого. Потому что он моделирует природные процессы.